Записывала один раз, и у меня вообще ничего не записалось, потому что я забыла нажать клавишу, прикинь? А что ты говоришь? Приветствую тебя сердечно. Приветствую вас. Вот я уже готовлю холст, чтобы начать рисовать новую картину. Но мне не хватает сейчас гостя, которая великая актриса, играла Баба-Ягу. Она придет и будет рисовать вместе со мной, потому что она первый раз будет на холсте рисовать. А она знает, что она приглашена? Ну, конечно, конечно. А почему она так долго идет? Так извини меня. Мы договорились, что не сейчас именно она придет, а когда нужно придет, а через денечек придет. А мне нужно еще приготовить белила, краски. Хотя у меня сейчас хороший акрил. Вот эта, например, картина знаменитая называется «Берегиня». Как она тебе нравится? Она акрилом написана. Популярная у тебя по отзывам, все ее любят. Да, да, спасибо тебе. А вид мой не бритый, потому что у меня кино будут снимать. Они сказали, ты пока не брешься несколько дней. А кино о чем? Это пока тайна. Это пока тайна. Это будет суперская вещь. Но там надо быть не бритым. Ну, типа, что я не такой молодой. Потому что, когда я побритый, я слишком молодой. Они не верят, что мне за 70 лет. А мне в марте 4-го уже 73. Они говорят, слушай, этот фильм нужно, чтобы смотрели, что ты представительный, ты же такой создатель, много чего создал. Кстати говоря, я тебе хочу сказать, я так горжусь нашей школы, человек больше, хомофутургс. Потому что мы все работаем для того, чтобы человечность в человеке сохранить. Сейчас же у нас идет нашествие неопределенности. Сейчас люди накручиваются. Сейчас много манипуляторов в эфире интернета. Я не слишком много говорю, нет? Да, слушайте, вы говорите, говорите, ничего, что мы здесь присутствуем, нет? Вы говорите, говорите. Я знаю, чего ты хочешь. Поэтому я тебе сразу все сказал. И поэтому теперь ты говоришь, чтобы я тебя не перебила. Но приятно слушать, когда человек говорит толковые вещи. Хуже, когда глупость впереди разговора идет. Поэтому, так что тебе это не относится. Тебя всегда приятно слушать. Потому что даже если ты повторяешь одно и то же, это приятно слушать, потому что повторение, как говорит, повторяемое учение. Как это продолжается? Формула твоя в упражнениях ключа. Повторяемые движения. Что это? Полчу. Ну все, тогда люди не знают продолжение фразы. Это очень плохо. Конечно, монолог лучше монолога. Потому что от монолога можно устать, отвлечься и думать о своем. И вся ценная информация пройдет мимо. А потом человек звонит и говорит. А вы мне еще раз объясните. А я ему говорю, ну ты возьми ролик. У меня на канале YouTube. Подпишись или на Telegram. Смотри. Там бесплатные есть ролики. По 2-3 часа. Ой, а мне долго искать? Я говорю, ну тогда иди. Баню. Это очень не будет нужно. Потому что не так времени много. Но поэтому это будет, вот сегодняшний эфир у нас будет очень короткий по существу. Итак, мы должны закончить фразу. Повторяемое движение. Что делают? Ну говорят, повторяемое движение, мать учения, это воспитывают шаблоны и закрепляют навыки. Это моя школа, она дает еще принцип подбора путем перебора, чтобы каждый человек сохранял свою индивидуальность и развивал творческие качества. Потому что когда человек перебирает действия, синхронные своему состоянию в моменте, у него развивается творческое мышление. Абсолютно верно. Абсолютно. Вот у тебя творческое мышление начало развиваться в каком возрасте? Либо в какой период жизни? А мы все рождаемся творцами, а потом наша школа немножко портит. Это правда. Но, тем не менее, спусковой толчок когда происходит? У каждого он свой. И причем в любом возрасте. Ну, прям так трудно сказать, когда у меня произошло творческое мышление. Я же не знал, что оно творческое. Я просто мир воспринимал так, как сегодня воспринимаю. Просто это мироощущение у меня потом обросло конкретизацией. И я понял, что я молодец. Что некоторые вещи я понимал изначально правильно, потом неправильно, потому что сбивали люди. Но общество такое же слоистое, как и мозг. Поэтому очень трудно ответить на твой вопрос. Но я когда был маленький, я понимал, что надо делать. У меня такое впечатление, вот из того, что сказала, что в конце концов был момент, когда, во-первых, совпало два момента. Что ты поверил в себя. То есть тебе никто не говорил, что этого невозможно сделать. А вот ты психанул и типа, да, я это могу. И даже авторитетов не подтягивал. И, наверное, просто решил ситуацию решить. И больше, чтобы она тебя не нервировала. Потому что ты очень быстрый на подъем. Быстро решаешь вопросы. Это очень видно. То есть не откладываешь в долгий ящик дела. А люди творческого потенциала, они именно такие. То есть задумал, сделал. Задумал, сделал. Поэтому, наверное, просто, как у нас говорят на английском, enough is enough. То есть надоело то, что не работает. Я буду делать так, как я считаю нужным. Вот такое, наверное, у тебя произошло. А в каком возрасте мы не понимаем. Слушай, сейчас некоторые слова опасно говорить. Например, чем отличаются мужчины от женщины. Но я тебе скажу. Все-таки женщины отличаются тем, что они совсем не про то. Ну да, у них же свои обязанности в жизни. Не то, что у мужчины. У мужчины другие обязанности. Вот когда они соединяются, тогда хорошо. Да? Конечно. Я не. Я не. Ты хочешь сказать, я не попала с ответом, либо что? Сказала то. Просто я в этот момент хотел добавить этот свой афоризм, что женщины это не про то. И поэтому, когда идет вечный спор, кто умнее, мужчина или женщина, а мне иногда пишут такое, потому что лауреатов Нобелевской премии мужчин больше. Ну вот смотри, я весь в красках, видишь? Вы работал за парень наш. Хотя я не лауреат Нобелевской премии, но я тружинник. Тружинник. Да, конечно. Если мы возьмем биографию лауреатов Нобелевской премии, то мы узнаем, что у них быт абсолютно был не на них, а на ком-то другом. Поэтому они были предоставлены полностью науке. Правильно. Женщины, женщины береги. Да, да, да. То есть женщины берегут вас для того, чтобы кто-то стал Нобелевским лауреатом. Вот какие жертвенные женщины в любви. Да, да. Женщины созданы для любви, а мужчины для открытий. Да, хорошая комбинация. Да. Но мужчины бы не делали этих открытий, если бы женщины их не поддерживали. Ну да. Открытие женщины – это сам мужчина. Да. Для некоторых это целый проект. Пускай женщины на нас не обижаются, потому что, во-первых, свет в глазах смотрящего и имеющие уши услышит. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что нет женщин Нобелевских лауреатов. Есть и женщины, конечно. Есть и женщины-писатели, поэты, физики, химики, математики, выдающиеся женщины. Я просто говорю о принципе. Все-таки мужчина больше для мышления, а женщина для чувств и поддержки. Абсолютно верно. Но, честно говоря, все женщины, которые добились успехов именно в науке, в основном, я не могу говорить 100%, знаю многих из них, они без личной жизни. Поэтому для женщины все-таки важнее личная жизнь, чем какие-то достижения в мире. Очень хорошо сказала. Поэтому я дополню свою строчку афоризма. Женщины просто не про то, а не больше про личную жизнь, да? Ну, будем так говорить. Да, про личную жизнь. Хорошо. Хорошо. Ну, так вот, когда же все-таки произойдет шедевр с людьми из искусства? Вот ко мне придет Баба-юга. Это актриса, которая Людмила Артемьева. Выдающаяся актриса. Она играла Баба-югу. И она придет, начнет рисовать первый раз в жизни. Поэтому на этом белом холсте, который я приготовил, поэтому я жду эту краску обелила. Поэтому она, когда будет рисовать, обязательно мы заснимем. Ты обязательно это увидишь, услышишь. Мы сделаем ролик. Это будет потрясающе. Я уже заранее знаю, потому что талантливые люди, что бы они ни делали, что бы они ни делали, они все-таки делают с изяществом, с искусством, потому что у них душа большая. Душа большая, человечность большая. И поэтому они хотят дарить радость. И даже если что-то не получается, переживают. А это переживание в картине отражается. Я так понимаю, у вас начинаются новые курсы. Вы будете учить, либо, может быть, сотрудничать с людьми из искусства в написании картин, да? И не только картин, а я буду давать нашей школе Человек Божий, Хомо Футурус, такие вот контенты, которые помогают людям открывать быстрее свои творческие качества, о которых они даже, может быть, и не подозревали. Особенно подросткам. И людям взрослого возраста, потому что, я тебе скажу сокровенную фразу. Все болезни и неврозы происходят из-за того, что человек не занимается любимым делом. Ну и не только. Это одна из составляющих. Я говорю не о генетике сейчас. Я говорю о том, как социум давит на человека, и родители, чтобы защитить ребенка, обезопасить ребенка. Они ему больше говорят о том, как надо и что надо делать, а он хочет, например, чего-то. У него от природы, от генетики, например, чувства. Он слышит ветри, звуки музыки, он слышит шуми воды, какой-то шепот, и ему бы музыкантом быть, или стихи писать. А ему родители говорят, чем надо заниматься. И вот этот внутренний конфликт у человека, чего он хочет от природы, и что надо делать, он создает стресс, а стрессы рождают болезни. Поэтому я не лечу никого, а просто даю советы, как заниматься любимым делом, как побыть самим собой хотя бы 5 минут в день, именно по-настоящему самим собой, чтобы это никому не мешало в обществе, чтобы ты был в безопасности. Этот алгоритм я в марте начну раскрывать для всех. Ну, отлично. Ну, а когда вы попытаете счастье в школе ключ, тогда приходите ко мне, я вас научу, как можно заниматься делом, которое нужно сделать, даже если оно вам не нравится, но получать от этого удовольствие. Так что мы друг друга дополним. Я тоже так считаю, это важно. Потому что обычно я в таких случаях говорю, если вам какое-то дело надо сделать, а вам не хочется, но очень нужно, тогда вы снимите нервно-мышечные зажимы упражнениями ключа, и тогда вам легче будет это дело сделать. Прекрасно, прекрасно. Ну, на этой прекрасной ноте мы можем закончить, а мы вам желаем приятного аппетита. Да, потому что у вас сейчас будет самая вкусная минутка, так что пусть она у вас продлится с удовольствием. Тогда я скажу еще один афоризм. Окей. Я недавно заметил, как это приятно ждать хорошего. Ждать хорошего? Да, потому что люди сейчас ждут не всегда хорошего. Ждут еще хорошего. До встречи. Хорошо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok